Природа не знает границ в своей изобретательности и разнообразии живых существ на планете. Среди различных видов животных есть наиболее яркие, привлекательные, грациозные, пушистые или просто забавные виды, которые выделяются на фоне остальных, опасные или безобидные, миниатюрные или огромные. Все они являются совершенными творениями природы. Сегодня посмотрим на животных, которые являются самыми редкими и красивыми представителями своих видов. Друзья, а перед началом этого выпуска хотим напомнить, что на Яндекс.Маркете продолжается неделя распродаж и черная пятница. Яндекс.Маркет любезно предоставил для наших зрителей огромные скидки на различные товары. Умные колонки с алисой со скидкой 20%, смартфоны со скидками до 40%, скидки до 50% на различную кухонную технику и до 30% на телевизоры, ноутбуки и многое другое. Все ссылки вы найдете в описании к этому ролику и в закрепленном комментарии. Самое время подумать о подарках для себя и близких. Зачем платить больше, если можно сэкономить? Стеклянная бабочка или другое название Грета-Ота. Бабочка с необычным названием Грета-Ота может по праву считаться одним из красивейших насекомых планеты. Несомненно, это одна из самых странных и своеобразных бабочек в мире. Крылья Греты-Оты лишены цветных чешуек, а поэтому их текстура является прозрачной, за исключением коричневых краев. Это создает иллюзию изменения цвета в зависимости от того, в какой среде находится бабочка. Такая удивительная способность позволяет бабочкам сливаться с растительностью, прячась от птиц и других естественных врагов. А если птица все-таки съест стеклянную бабочку, то не будет рада такому блюду. Будучи гусеницей, Грета-Ота питается растениями рода цеструм и накапливает ядовитые алкалоиды. Поэтому взрослая бабочка противна на вкус и второй раз птица уже не захочет есть подобную бабочку. Прозрачность бабочки Грета – это хорошая маскировка. Свет свободно проходит через тончайшие крылья насекомого, благодаря чему оно становится незаметным даже для самых зорких птиц. Эта интересная бабочка обитает в тропических лесах Южной и Центральной Америки, но чаще всего она встречается в бассейне Амазонки. Именно в амазонской сельве эти стеклянные бабочки являются самым распространенным видом насекомых из отряда чешуекрылых. Кажется, что природа торопилась, создавая Грету-Ота, и не успела подарить ей цветной наряд, оставив большую часть крыльев прозрачными. Но это не помешало бабочке завоевать титул одной из самых красивых. Павлин. Если бы среди птиц существовали конкурсы красоты, павлин точно получил бы призовое место. Павлины – самые красивые птицы отряда курообразных из семейства фазановых. Люди с древних времен, увидевшие павлинов почти 4000 лет назад, были поражены необыкновенной яркой расцветкой и стали их приручать. В неволе большие птицы легко освоились. Средняя продолжительность жизни увеличилась с 20 лет в диких условиях, до 40 лет рядом с людьми. Павлин стал украшением парков правителей Индии, Рима и Древнего Египта. Первые сведения о приручении получены из Индии. Здесь эта птица почитается как национальный символ. Что, кстати, не мешает продавать ее за большие деньги. В Европу павлинов привез Александр Македонский из походов в страны обитания этих пернатых. Павлин за счет своей величественности и красоты является рекордсменом по упоминаниям в мифах, сказках и религиозных писаниях. Его называют райской или королевской птицей. В Китае в древние времена императоры веером из перьев павлина награждали за заслуги своих подданных. В одной из предыдущих частей про красивейших животных речь шла про самую красивую утку с названием мандаринка. Но есть еще и не менее красивая рыбка с таким названием. Рыба-мандаринка принадлежит к отряду окунеобразных. Ярко окрашенный экзотический вид, полюбившийся аквариумистом, называют также психоделической рыбкой. В природе обитает в Тихом океане, питается различными подводными обитателями. Морские глубины великолепны, потому что они предлагают так много цвета и жизни. И мандариновые рыбы один из самых привлекательных примеров. У них много разных цветов и узоров, растянутых по всему телу. Рыба-мандаринка чрезвычайно популярна, но печально известна тем, что их трудно содержать. Живут они в соленой воде. Они миролюбивы до такой степени, что застенчивы и обычно едят только специфическую живую пищу, называемую копиподом. Это такие ракообразные, которых трудно содержать в аквариуме в достаточном количестве, чтобы сохранить сытую жизнь привередливой рыбе-мандаринки. Они обладают захватывающим стилем плавания и охоты, что только добавляет им очарования. Их глаза, кажется, вылезают из орбит и мечутся во все стороны, ища лакомый кусочек пищи, пока они парят над камнями. В дикой природе мандариновых бычков можно встретить в коралловом треугольнике, вокруг Малайзии, Австралии, Филиппин или Индонезии, на большом барьерном рифе и в районе Индо-Тихого океана. Они живут особенно в неглубоких лагунах и прибрежных рифах, вокруг каменистых пластов или мертвых кораллов, которые обеспечивают им защиту и уединение. Образ жизни они ведут одиночный, а пары образуют только на период брачного сезона. Основное время их активности – это день, ночью они отдыхают. Голубой дракон или голубой ангел Верите или нет, эти величественные водяные драконы на самом деле являются одним из видов брюхоногих моллюсков и близкими родственниками улиток. Эти красивые существа плывут по океанским течениям и полагаются на свои сине-серебристые цвета, чтобы маскироваться от хищников таких как чайки. Чтобы удерживаться у поверхности воды, голубые драконы проглатывают пузырьки воздуха. В результате их спина оказывается внизу, а хорошо развитая нога прилегает к водной поверхности. Они как бы ползут по пленке поверхностного натяжения. Подобно множеству морских существ с яркой окраской, голубой ангел имеет отличную защиту от врагов. Он поедает ядовитых медуз и накапливает их яд. Поэтому и раковины у этого моллюска нет, мало кто захочет им полакомиться. Голубой дракон или голубой ангел – это брюхоногий моллюск, относящийся к семейству главковые. Обитает в умеренных и тропических водах трех океанов. Обычен у восточного и южного побережья Южной Африки, у побережья Мозамбика и восточного побережья Австралии. Недавно данный вид обнаружили возле Перу и в водах Индии. Эти моллюски предпочитают жить в открытых водах, но иногда их вымывают на берег и они оказываются на пляжах. Этот моллюск является хищником и охотится на медуз и других моллюсков. Голубой дракон медленно подбирается к жертве, используя свои тонкие щупальца. При этом он не боится даже самых ядовитых медуз. Моллюск приближается и начинает откусывать у ядовитой медузы кусочки щупальцев. Белый бенгальский тигр – самое красивое животное в мире. Воплощение грации, величия и силы. Неудивительно, что тигр фигурирует во многих мифах и легендах. Из-за генетических мутаций некоторые бенгальские тигры рождаются белыми, что делает их еще более красивыми. Помимо окраса белые тигры отличаются от сородичей еще и голубым цветом глаз. В среднем на 10 тысяч обычных бенгальских тигров рождается один белый. Взрослые тигры довольно агрессивные животные, бдительно охраняющие свои территории и не пускающие в свои владения чужаков. Самцы-тигры живут и охотятся поодиночке. Учуяв чужака на своей территории, самец отреагирует на него очень агрессивно и обязательно попробует прогнать его со своей территории. Кроме других тигров, из хищников у тигра больше нет конкурентов. Молодые тигры живут поодиночке до тех пор, пока не приходит время для размножения. Тигры, кстати, полигамны и с одной самкой находится один самец долгое время. Тигры довольно семейные животные. Они беспокоятся о своем потомстве, создают логово и тщательно его берегут, охотятся и охраняют самок и котят. Лебедь загадочен и красив. Не случайно его называют королевской птицей. Человека с детских лет сопровождает сказочный образ, олицетворяющий добро, верность и благородство. Лебеди – самые крупные водоплавающие птицы. Масса взрослого самца достигает 15 килограмм. Размах крыльев около 2 метров. Встречаются чистые белые, серые и черные варианты окраса оперения птиц. Всех лебедей отличает длинная изогнутая шея. В естественной природной среде продолжительность жизни лебедя составляет 20-25 лет. Однако есть легенды о том, что лебеди способны прожить до 150 лет. Стаями лебеди собираются только в дикой природе для перелета на зимовку. Обычно же птицы создают пару, в которой и живут всю жизнь. Гнездятся лебеди на островках или в непосредственной близости от водоемов. Птицы строят большое гнездо в диаметре около 3 метров из тростника, осоки и водной растительности. По завершении строительства откладывают от 4 яиц, которые высиживают около месяца. Самец все это время бдительно стоит на страже гнезда и никого не подпускает. Кстати, ученые, изучающие этих птиц, заметили, что черные лебеди отличаются самым спокойным и мирным нравом. А вот белые наоборот могут быть весьма задиристыми и агрессивными. Фрисская лошадь Это красивое и грациозное животное не зря получило прозвище черная жемчужина. Фрисские лошади являются одной из старейших домашних пород лошадей в мире. Первое упоминание о них относится к 13 веку. А в настоящее время они входят в золотой экипаж английской королевы Елизаветы. Фризы имеют уравновешенный, но при этом весьма энергичный темперамент. Благодаря этому они отлично подходят для любителей езды. Фрисские лошади занимают промежуточное положение между тяжелыми холоднокровными скакунами и лошадьми испанского типа. Фризов можно назвать универсальными. Являясь по своей сути упряжными лошадьми, они прекрасно справляются со сложными элементами выездки как под седлом, так и без. При всем этом фрисские лошади имеют конкретную специализацию. Это каретные лошади с прекрасно развитой рысью. История фрисских лошадей зародилась в Голландии, а точнее в одной из ее областей Фрисландии. В 60-е годы 20 века по причине активного развития технического прогресса в мире насчитывалось всего 500 фризинских коней. Но благодаря почитателям этой породы она была спасена и многократно приумножена их численность.